Выгонял бы я их всех разом за такую работу. Это ужас просто, я вам скажу. Я не знал, что она не садится ровно и проломала прицеп. Как я запарился. Прикиньте, рвануло колесо. Порвало, страшно порвало. Заехал сюда к мексиканцам. Ребят, чтобы прогрессить, смазать трак. Потому что 10 тысяч намотал без смазки. Ну, как бы смазал 10 тысяч назад. Я всегда смазываю, а еще неизвестно, когда домой попаду. И не могу, чтобы я здесь не смазанным. В общем, заскочил сюда. 50 баксов они взяли. Полностью трак, прицеп, все смазали. Вообще, красавцы, у них хороший такой гриз. Красный, высокая температура. И валят его там так много, что 100% смазанный. Все, еду на тракстап, буду ожидать своего груза. Только в пятницу гружусь, сегодня среда. Я тут гуляю, пока жду свою загрузку. Вот Landstar, ведь мужичок на драйвинчике ездит. Просто хочу вам заснять разницу между человеком, ну, как бы вы видели, другие, да? Человеком просто работающим и человеком, который любит свою работу. Смотрите, значит, у него каскадия, каскадия, коронада. Смотрите, коронада, вот оригинальный спальник. Вот отсюда, да, вот отсюда, это оригинал. Это две пластины добавили. Добавили еще, чтобы увеличить ему спальник. И теперь вот у него, смотрите, какой шикарный спальник. Было 70 инчей, стало 120 инчей. То есть 50 инчей добавили спальника. И пьюшечка у него стоит, работает. Смотрите, все отполировано, все красиво. Все очень аккуратно. Коробка у него, стык 60 серии, детроид стоит. Бампер, смотрите, какой классный, низенький такой. Красивая машинка, очень аккуратная. Мужичок черный, заботится о своей машинке. Куча лампочек, сейчас я еще немножко покажу лампочек. У него камеры стоят, видите? Штырь стоит правильный, мужской. Смотрите, у него установлено, видите? Когда он отдыхает где-то на шоу, он может откинуть ее, и тень будет ему давать. Представляете? Просто красавец. Смотрите, накладочки такие сделал на крыльях. Удивительно, насколько машинка чистая. Я снимаю небольшое видео для себя. Попробую показать людям, как красивое устройство может быть, когда ты занимаешься. Смотрите, у него тут куча синих лампочек здесь под низом. Он сейчас выключил вот этот. Синие на протяжении всего-всего-всего прицепа. И он ночью врубает, и все синим горит. Мужичок синий ему нравится очень. Сейчас он включил другие лампочки, смотрите. Сколько. И тут тоже синие горят у него. Ну, он выключил сейчас. Только что вот этот поменял лампочку, на этой стороне. Ходит, говорит, там несколько мелодишечек перегорело. На той стороне сейчас менять будет лампочку. Сюда, в общем, весь прицеп, все. Все в лампочках, все горит. Ну, представляете, как ночью будет круто гореть. Если я здесь останусь ночью, и он будет здесь, то я вам сниму. Но это маловероятно. Я, скорее всего, на ночь уеду ближе к загрузке, чтобы утром сильно рано не вставать. Я хочу в 7 уже быть на загрузке. Вот такой вот аккуратный у него 2-бакс, видите. Ящики для инструментов. Все там у него сложено. Специально, если когда он едет на всякие выставки, то там нужно будет одеяло, допустим, оборачивать какую-то аппаратуру или что-то, или еще что-то. Специальные стропы там. Ну, мужик делает все. Ландстар работает, но очень-таки эксклюзивный. Часто груза делает. Приятно, скажите, да? Очень приятно видеть, когда машинка ухоженная, когда человек о ней заботится. Просто прекрасно. Крышки мне вот эти понравились. Я хочу себе такие поставить на задние колеса прицепа по той причине, что, видите, я не могу закрутить, которые у меня, я не могу их закрутить, вот эти острые. У меня не хватает резьбы. А эти просто чпок туда, они держатся так. Это элковские. Насколько я знаю, они очень дорогие. Потому что мои стоят 180 баксов, а эти, наверное, стоят еще дороже. Я сейчас узнаю, почему он брал, если он помнит. Вот эти вот очень дорогие. Я удивлен, что они здесь у него стоят. Насколько я знаю, вот этот вот набор таких стоит где-то 180 баксов, если не больше. Зависимо, каком кромшапе вы берете. Всех приветствую. Значит, отсидел я два дня на параковке на Тракстапе. Вот, они мне заплатили за эти два дня. Попросили, чтобы я посидел. Ну, грузов все равно абсолютно не было. То, что мне бы понравилось, да. То есть, всякий шлак, который я не хочу везти. Вот, и поэтому для меня оно хорошо сработало. Вот, значит, ну, сейчас еду на загрузку. Сейчас приеду в порт. И уже вам покажу загрузку. Ребята, уже три часа я торчу здесь в порту. Вначале перепутали документы. Сказали, иди переделывай. Пошел переделывать. Еще переделали мне документы. И попал я под обед. Полтора часа обед у них был. Вот стою в очереди. Подпарился. Время уже почти два часа дня. Час тридцать восемь. Сегодня толком не проеду ничего. Испортили мне все, что только можно. Ну, ничего. Бывает, бывает. Сейчас, надеюсь, что груз все нормально будет. Загружусь. И по коробке домой. Три недели. Своих малышей не видел. Соскучился. Да, народ, это надо видеть. Пять человек пытаются цепи снять с этого груза. Они притащили форклифт, чтобы нажимать ручку на цепь. Притащили трубу. Смотрите. Это просто труба. Пять человек. Нужно, чтобы снять две цепи. Работают ребята просто удивительно. Выгонял бы я их всех разом за такую работу. Это ужас просто, я вам скажу. Медленные. Вообще шевелятся, как мухи сонные. Сижу тут я уже пять часов. Очень круто. Смотрите на этот поддон. Он как мой двигатель. Вот эта часть, наверное, только поддона. Смотрите. В общем, не знаю, сколько котлов здесь. Четыре турбонадова, генератор стоит. Обалдеть. Вот это котяра. Это, в общем, белаз. Ну, вернее, как от него этот барий. Сама его это. Видите. Каркас, так сказать. Я так снимаю за уголком, чтобы меня не видели. Здесь снимать не запрещено. Вообще, а вот это мост на белаз как раз в задней трочке стоит. Вот. Четыре турбонадова. Обалдеть. Прикольно. Много чего интересного в порту, я вам скажу. Вот это махина. Это, получается, генератор. Вот он. Да. Как я и предполагал. Не было времени заснять, ребят. Я валю. Быстрее, быстрее, чтобы успеть проехать максимально. Сегодня только получил разрешение. Вот выехал. Весь Тарп. Ну, не Тарп, это клеенка. Порвалось. Я быстренько ее сниму полностью. Все, потому что она летит. Куски летят по-фривей. Мне за это по шее дадут. Еще хочу вам показать. Смотрите, как она мне прицеп проломала. Они поставили ее. Я не знал, что она не садится ровно. И, в общем, видите. И проломала прицеп. Как я запарился уже с этими штучками. Быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Грузи, давай. Быстрее очередь. И, в общем, быстрее, быстрее. Вот видите, какая проблема. Ладно. Сейчас сниму этот весь Тарп. Мусорки здесь нету. Сейчас я вот так сверну в кучу просто стропы. Зацеплю на деке и все. Ну, вот. Попал я в хорошую погоду. Заснять вам Хьюстон. Покидаю я Хьюстон. Надеюсь надолго. У нас весна в самом разгаре. А здесь уже лето. Жарища, духотища. В общем, жесть. А хочется еще свежести. Хочется еще прохлады какой-то. Пока есть возможность. Вот такой большой город. Впечатляющий такой, приятный. Большие здания. Так все красиво, цивильно. Народ, смотрите, какого я здесь красавчика увидел. О-о-о-о-о. Где там кабина? Обалдеть. Как вам? К сожалению, вот многие там, ну не многие, некоторые, я скажу так. Некоторые спрашивали. О, а что, классики до сих пор выпускаются? Да, ребят. В классики засунули, пожалуйста, вот мочевина. Видите, бак мочевины спереди. Тут камень состоит, мочевина, все как положено, как в новых траках. То есть, это уже остался каркас классики, а по сути это новые технологии трак. И также ломаются эти каменцы, вся эта система мочевины, все ломается. Ну, вот такой красавчик. 338 wheelbase. Я в шоке. Говорю, мужику, не сильно ли длина? Он говорит, нет, это что, самое то. Ну, шикарный, да, парад? Их тут три друга. Один черный, один зеленый, один оранжевый. Вот такой вот красавчик. Обалдеть. Вот это второй их трак, смотрите. 300 inch wheelbase. Получается, вон он один, зеленый, этот второй. И это все, это водилы, это не хозяева. Представляете, компания вкладывает такие деньги, забацывает полностью кастумные траки. Для того, чтобы водилы их ездили. То есть, это водитель их катается. И он тоже, он, вот, 2020 года на него 70 тысяч пробег. То есть, был сделан в этом году. Ну, его считается как 2020 год. И у него трубы прямоток, но они идут через, видите, через вот эту DEV-систему. То есть, через мочевину. Вот такой прикол. Такие трубы. Ну, красивые траки. 300 база у него, как у меня. И пьюшка висит. Ой, красавцы. Представляете, просто водители работают на вот таких вот машинах. Вот, американцы, какие есть, мало, конечно, компаний. Но такие компании, которые вкладывают деньги, не просто пойдут и купят белую Вольво, а сделают для водителя, что он хочет. Он сам выбирал водитель этот цвет. Все, он с ними уже 5 лет. Они ему дали возможность выбрать цвет, какие трубы. Все, сам полностью спекал этот трак для компании. Но так, как ему нравится. Вот такие вот красавцы. Приветствую всех. Делаю регулировку клапанов. Наверное, я уже закончил. Да, к удивлению, много впускных рокеров были зажаты. И несколько этих, несколько обхлопных. Регулировал постоянно раз 1030-40 назад. Да, 1040 назад регулировал. Так что, сейчас к лету отрегулирую все до конца. И посмотрим, как оно себя будет вести. Ребят, меняю сальник. Покажите. Потек сальник. Милашка, ручками осторожно, вокусик вымажешься. И заодно решил подшипник заменить. Зачем, не знаю. Он такой, вроде живой. Но меняли тут подшипники, не меняли, неизвестно. На подшипниках, предположительно, пробег уже 1 300 000 миль. Если никто не трогал, то, значит, на них большой пробег. Подшипники канадские. Тимкин. Ну, немножко ржавчинки есть, как бы, но сами ролики чистые, нормально. Ну, я взял новые Тимкины тоже, оригинал. Сейчас все это дело сливается, помоем. Почему же подшипник потекает? То есть сальник. Вроде сидит все нормально. Колесо затянуто было, все хорошо. Я менял, когда тормоза, поменял сальники. Все свеженькое стоит. Ктулка. Я думаю, знаете, для чего, чтобы подшипник затягивать. Вроде неплохой, но не такие недорогие, чтобы сэкономить. А, я почему-то думал, что у меня здесь стоит подшипник одинарный, а стоит двойной. Я такой же купил, правда, тоже двойной. Но эти двойные мне не нравятся, они вечно текут. Одинарный я стал ставить. У меня стоит на прицепе все динарные, не оденете, что все четенько. Ну, ладно, пусть стекает жидкость, надо больше за туда все это достать. Потом колодки надо все будет помыть. То, что видите, он капал не так сильно тек, как бы. И только вот этот чаш, краешек грязный. Это вообще как новенькое. Поэтому менять полностью колодки, я думаю, смысла нет. Оно даже не пропитало. Ну, посмотрим. Может быть, еще и поменяю. Пока его помоешь, пока столько материала и тратишь, мыть его, проще пойти его и поменять. Они стоят, эти колодки, сколько там, 40 баксов. Барабаны я тоже новые ставил. Выработки абсолютно нет. Четкий барабанчик все идеально. Не так давно ставил барабаны, мне просто колодки стерлись, я решил сразу заменить. Все сделать. Ну, это я промою, вот это мелочь. Удар глухой. Тимкин, это чисто оригинал. Который здесь стоял. Который здесь стоял с завода. Только это не канадский, это USA, видите, Америка. Она здесь стерлась, не видна. А вот Тимкин. Так. Отшипник. Пока кладу коробку, чтобы пыль не попадала. Ну, нормальный рейсер был, как бы. Тулка, да, это обойма. Четкая была довольно-таки, хорошая. Можно было не менять, но... Че-то мне вот хочется поменять и все. Хоть убей, хочется и все. Поехали. 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 как только молоток отскакивает начинает все села красота так и тот же самый тимкин это подшипник кожи и сэй вот таким же образом сейчас это поставлю сверху забью все смотрите я вот эту взял старую которая здесь была и просто и наточили хорошо обточил гладенькая чтоб она легко залазил начало зажимается и все ей опять же также забил все все сила все готово сейчас здесь промоли вот эту часть эти мокрые и собираю тормоза я отмыл они вообще идеальны сухие как новенькие так что вся эта теле все это место обмываю промываю народ всем здорово подписчик посылочку прислал мне отсюда я как раз ехал наверх когда он написал эту посылку написал мне имел что он смотрит мой канал и все такое и компания в общем то топела они выпускают разные снеки соусы для как бы фруктовые овощные такие прикольные натуральные очень полезные видите ну а дачу так как я сейчас сел на диету это очень интересная тема и он скажу соусы посмотрите какие то топела аджика интересно надо будет все это дело попробовать посмотреть огромное спасибо за за такой подарочек просто не музы хотелось сделать приятно и вот представлю такую большую посылочку вот такие вот вишневые да ну ка давай-ка вскроем конфетки находятся они в аризоне эти ребята кинмен город называется ты видал это без ножа милашка ты что надо спрашиваться доча вообще-то давай вот папа открывает видишь конфетки смотри какие классные конфетки так ну вот смотри папа сейчас откроет смотри это конфетки из сухофруктов с сухофрукты мука прикольно эти сухофрукты высушенные и вылитую такую формочку на кушать для меня на и побольше хочется прикольно вкусно так что же еще есть вишня фрукты из сухофрукты ну что будет интересно будет тебя до топела кто-то кого-то напоминает мне этот желтенький трак кого же он мне напоминает такой красавчик народ тут хотите обижайтесь хотите не обижайтесь как хотите на меня наезжайте там уже были такие по поводу того что я снимаю парковщиком вот понимаете вот эта компания свифт это самая ужасная компания в америке они все просто разносят посмотрите куда он лезет так это можно нормально просто снять скажу человек нормально просто паркует отстань от него смотрите зачем он пытается туда залезть посмотрите на парковку это все парковка она вся свободная посмотрите вот сюда называется паркуйся не хочу нет ему надо залезть туда и оторвать нос сейчас той volvo или вот этому вот сейчас мочить в бочину и это нормально я в шоке просто в шоке надо быстрее отсюда валить пока он меня не коснулся все друзья идет разгрузка полным ходом я сижу внутри потому что как только они поднимут его мне надо сразу уехать потому что его ставить негде они будут ставить там же где снимают кран стоит потихонечку дело идет компанию будут здесь открывать делать какие-то пластиковые баночки или какая-то ерунда сам не понял что они делают они толком сами не знают сами толком не знают это ребята рабочие а тот кто здесь будет именно производством рабочие имею ввиду крановщики тут их целая бригада ну и те кто устанавливает все это внутри а именно те кто этим заниматься будет тут нет тех ребят пошло пошло дело как вам ребята серьезная тема да 20 25 тонн весит чуть больше 27 где-то хороший такой кран ой че она крутится солнце глаза бьет все друзья капец как солнце бьет спасибо вам за просмотры за комментарии за оценки у меня груза пока нет буду сейчас искать груз так что они там уже разбираться будут а я поеду на тракстаб всем хорошего времени удачи всего самого наилучшего всем пока мужики смотрите ехал остановился мужик вылетел сухая погода все четко думаю че он мог вылететь только если колесо рванет только если колесо рванет петрушка 359 прикиньте рвануло колесо почти навстречку вышел порвало страшно порвало обидно вообще как страшно по бедный трак уже менты наехали бедный трак бедный трак уже менты наехали в общем вызвал тот трак будут перецепляться сейчас его друг приедет перецепит прицеп он наполовину груженный коровами ну а я погнал дальше и и Продолжение следует...